В пятнице доллар продемонстрировал поистине фантастический рост, обусловленный по большей части макроэкономической статистикой. В США она оказалась не просто лучше прогнозов, но и лучше предыдущих значений, тогда как в Европе все очень и очень плохо. Если вчерашние данные по ценам производителей явно указывают на риск скатывания в дефляцию, то сегодняшние данные по розничным продажам должны были прибавить к этому риск начала рецессии. Предполагалось, что темпы спада розничных продаж ускорятся с минус 1,1% до минус 1,3%. По факту, темпы спада розничных продаж действительно ускорились. Вот только предыдущие данные были пересмотрены в меньшую сторону. Теперь говорят о том, что в ноябре был спад не на 1,1%, а всего лишь на 0,4%, но в декабре спад ускорился до 0,8%. И хотя это не отменяет риска вскатывания Европы в полноценную рецессию, ситуация выглядит явно лучше, нежели изначально предполагалось. А с учетом образовавшейся перекупленности долларом, этого было вполне достаточно для локальной коррекции. Однако данные поначалу несколько обескуражили участников рынка. И котировки поначалу буквально застыли на месте. Довольно часто ближе к открытию американской торговой сессии рынок стоит на месте несмотря ни на что. А вот уже после открытия американских биржевых торгов начинается активное движение. Судя по всему, именно это и будет происходить. Рынок явно нуждается в отскоке, и данные по розничным продажам являются отличным поводом для его осуществления. Итак, мы видим, как валютная пара EURUSD благодаря спекулятивным ценовым скачкам достигла района локального минимума, установленного в декабре прошлого года. В результате наблюдается сокращение объема сделок на продажу, что уже привело к началу формирования отката. Тем не менее, стоит учесть, что общий масштаб ослабления курса евро за два торговых дня составил 150 пунктов, что говорит о перепроданности курса евро. В случае формирования отката вверх котировка вполне может вернуться к ранее пройденному уровню 1,0800. Однако, если цена стабилизируется ниже 1,0700, нисходящий цикл может возобновиться, несмотря на признаки перепроданности евро. Валютная пара GBPUSD завершила формирование семинедельного блокового канала на 1,2600 и 1,2800 пробоем его нижней границы. В результате наблюдался всплеск объема продаж, на основе которых спекулянтам удалось ослабить котировку примерно на 80 пунктов. Однако, стоит учесть, что суммарный масштаб ослабления стоимостью фунта стерлингов с минувшей пятницы составляет около 250 пунктов. Столь стремительное ценовое изменение за короткий промежуток времени указывает на возможный перегрев коротких позиций на рынке, что в теории технического анализа может привести к откату. Однако, если цена стабилизируется ниже значения 1,25, нисходящий цикл может возобновиться. И в этом случае возникает риск смены торговых интересов в среднесрочной перспективе. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании Инстафорекс. И с вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!